какое же сегодня мерзкое утро все серая дождь уже немного утих но был вообще просто ничего не видно было но порадует меня вкусный завтрак кофеек и один из моих любимых вариантов это бутербродики с красной икрой всем приятного аппетита кто завтракает и я пошла тоже так решила тут разобрать белье после нашей поездки куча стирки как принципе и после любой поездки и заодно тут с вами пообщаюсь нужно все перестирать не знаю кстати люблю стирать вот что-что стирать мне очень нравится не люблю гладить для меня какая-то каторга с глажкой вообще не глажу стараюсь по максимальному не гладить и полотенце не белье не знаю не люблю заморачиваться сложила вот полотенчика идеально чего и укладиться зачем угладить зачем тратить свое время пустую и обычно вот так вот чик-чик в рулетик сложила и все так кстати не мнется ни одежда не вот полотенца я обычно вот так вот одежду в рулетик сворачиваю когда ложу в чемодан когда мы куда-то едем она тогда вообще идеально еще знаю некоторые берут утюги какие-то в поездке с собой что-то выглаживают не это точно не применя сейчас все перестирается там еще не знаю стира будет теперь я сегодня всем успеем место на вешалке ограничены вообще мы приехали вчера с гомеля сегодня включаем телевизор точнее вчера хотели включить телевизор мы обычно редко смотрим что захотелось включить по фонтам кушали посмотреть и бак у нас не включается настройки смотрим и все непонятно почему-то он начал моргать лампочка все начали звонить у нас зала потому что-то рассказывала девушка говорила что включить я смотрю что обычно там внутри четыре лампочки должны гореть а горит всего лишь одна и моргает в общем не знаю сказали что давайте мастера вызовем вот должен прийти мастер я жду юра там поехал по делам таков центр мне придется ждать мастер мне интересно что он скажет мне кажется что все-таки накрылся наш модем ждет всего менять я надеюсь его поменяют бесплатно либо мастер там что-то сделать потому что блин не хочется мне платить за это оборудование тем более что мы практически не пользуемся джинсы я тоже не стираю не стираю не глаживо сложила мне кстати джинс тоже так лежат именно рулетики на шкафу потому что не помещаются мне поэтому жду мастера не знаю я вам потом расскажу что он мне сказал очень хочет платить вот маечку тоже хоп-хоп сложила блин тут меня белье пахнет я обожаю когда белье пахнет такой свежестью порошка это же клёво потому что там капец чтобы я уже говорила вонь какая-то сыростью плесенью сразу все одежду в стирку все в стирку неприятно неприятно такой осадок неприятное ощущение как-то не свежести нищему с не убрана кто знает кто был перед тобой там жил что хоть постель говорю чистое очень не свежий такое ощущение что ее знаете не сушат наверное сразу же складывают просто вот после машинки да и ложь шах и еще куда илья немножко темновато блин мастер пришел в общем две секунды это заняло оказывается сгорел у нас модем ой не модема блок питания он пришел сразу увидел что горит вот это вот одна лампочка она вот так вот моргает просто пришел даже со своим блоком они наружу сразу все знают и запасной модем я смотрю у него был собой в сумочке сразу включил сразу вынял этот блок наш вставил свой новый блок и все сразу заработала ничего мы не платили это их оборудование не сказали вызов бесплатный то есть с нас ничего сказал что у нас модем как бы старый мужа лет там может 6 если не больше но как бы все работает сказал что как пускай пока работает все хорошо поэтому вот отлично я уже думала что нужно будет что-то платить еще там что-то оказывается нет все нормально молодцы теперь наш телевизор работает темного так говорю редко смотрим но все же пускай будет вот просто этом говорила и уже не помню много чем рассказывала в плане одежды вот напишите кто любит вообще гладить как он так ложка нравится или нет ли ну так вот темно мне кажется мне вообще не видите там не у нас тут перенести некуда даже поставить на балконе я знаю что есть любители которые любят погладить все знаю что некоторые даже и свой нижнее белье гладит и носки там гладят и не знаю ладно там постельно это понятно так давайте можно сюда поставлю хотя наверно будет далековато кто-то и постельно и носки и белье свое гладит кого-то может такое хобби кто-то отдыхает так развлекается правда у каждого из нас свой какой-то отдых мама любит на дачи колбаса для него это прям отдых она говорит что я работе вечно сижу а тут прям вот так мне вот нравится именно стирка мне нравится загружать туда берегом пусть она там грязная да потом мне нравится его развешивать нравится заливать порошочек кондиционер нравится вот как оно пахнет когда его вешаю снимаю и чувствует аромат запах чувство свежести вот реально сейчас я пользуюсь кондиционером мне так нравится мне вот напоминает сейчас кондиционер напоминает запах людей до запах одежды испанцев когда мы были там они все пахнут проходите по улице там прям такой запах штын такой стоит именно вот порошков бытовой химии нравится чтобы нас очки пахли трусишки чтобы пахнет там они все пахнет я ни одного человека не замечала выручки вот такого что какие-то свеженькие а гуляли по гомелю я не знаю как что он ты заходишь в парк проходишь возле тебя проходят люди вроде бы молодых или что он какой-то запах пота и не знаю как людям самим приятно ходить когда они воняют этим потом и не проходят и я должна нюхать их под почему я нужно нюхать вашего они вообще не понимаю для меня этого не укладывается в голове дальше едешь в транспорт эти руки подымут они там воняют потом дышать невозможно и не понимаю как люди вот так относятся к другим людям да то есть вообще мне кажется это какое-то неуважение вот этот вонь так что не могу найти носок потерялся мой носочек постирал там лежит проходят и молодые какие-то и вонючки и кажется лучше пахнуть не знаю духами пусть они не супер дорогими пусть ты будешь пахнуть чистым бельем порошками но ни в коем разе не водим не подумать которую прям задохнуться можно поэтому я вот именно за запахи за вкусные запахи люблю стирать вообще уважаю еще кто-нибудь за меня уборку делал о это да люблю чистоту но иногда мне так лень так лень что-то делать но с другой стороны понимаю что не сделаю кроме меня это никто не сделает поэтому делается так как в принципе уборку не очень я тушу не знаю что наверно стирок бы сделала развесила вместо всех уборок хочется идти как тоже к минимализму наверно смотрю на девочек тот кто снимает уборку у некоторых там прям такой минимализм оно проще и быстрее все делается так вот разобрала я все бельем сейчас нужно будет новым повесить стирочку сушиться запустила я вот очередную стирку сейчас смотрите стираю вот этим вот кондиционером clean home кондиционер ополаскатель универсальный кстати пахнет он природными какими-то травками в общем не знаю попробуем это какой-то биокондиционер у них много всяких таких продуктов типа экологически чистых эко попробуем как он не знаю вот будет ли пахнуть бельем также как после моего любимого так вот этот кондиционер порошок у меня сейчас рель в капсулах не в принципе нравится но все равно я добавляю кондиционер хотя знаю что здесь есть вот кондиционер в капсулах но мне не хватает и вот кстати такой вот у меня щелчился польский пятновыводитель он такой порошков порошочек не открою одному вопрос нет вот и там мирная ложечками не знаю я редко добавляю именно вот такой вот пятновыводитель. До этого у меня ваня же был. Когда какие-то пятна есть, то могу добавить там, чтобы лучше белье отстиралось. Там носочки, когда уже такие белые, но они уже серые. Именно под подошву, когда вот для того, чтобы отбелить. Поэтому давай добавляем. Сейчас запустила очередную стирку. Давайте покажу вам свой любимый кондиционер. Он еще все валяется в стирке. Надо. Сейчас найду его. Вот. У меня тут химия хранится. Вот. У них есть несколько разных вкусов, ароматов. Сейчас выйду на свет. Вот такой вот немецкий. Классный. Я их покупаю или в магазине соседи. Они часто на скидках. До этого у меня был с гранатиком вкусный. Вот такой вот. Это у нас голубой еще. Ну, типа морской, наверное. Типа свежесть какая-то. И зелененький. Есть вот зелененький еще не пробовала с гранатиком. Мне очень нравится белье. Просто обалденно пахнет. И вот синенький у меня уже был. Так что смотрите. В соседях. Я не знаю. Может быть, в больших торговых центрах тоже есть. Это немецкие. Где-то около 4 рублей не стоят на скидке. Недорого. И еще. У них есть точно такие же порошки. Тоже, в принципе, нормальный жидкий порошок. Но порошок сейчас у меня Риэля. Кондиционер вот этот. И все равно белье пахнет. Так. В соседях. И еще их часто вижу в магазине Марти. Но Мартин магазин не у всех есть. Поэтому смотрите в соседях. Тут у меня обычно вся химия хранится внизу. Всякие мои моющие средства. Все обычно здесь. Вот. Поэтому, в принципе, мне этот кондер очень нравится. Могу советовать. И знаете, если вы, как я, любите аромат и любите вот этот вот такой запах, да? Запах свежего белья. Запах постиранного белья. Запах порошков, кондиционеров. То да, могу советовать. Если вы какой-то аллергик, не перевариваете, то не стоит даже пробовать. Потому что они действительно очень сильные, интенсивные. И запах вот этот вот. Он раскрывается, знаете, когда вы там постирали одежду, потом надеваете какую-то майку, штаны, там носки, да? Вот при соприкосновении с кожей запах еще становится более такой интенсивный. Например, там потрется так рукой майку, да? Там что-то почесали. Потом прям запах остается. Очень вкусно. Мне нравится. Я люблю, конечно, понимаю, что это может быть не супер, да, полезно. Как сейчас начнут мне писать, что это все вредно, химия, химия. Ну, давайте как-то не будем, да? Потому что у нас все химия. Что бы мы ни кушали, чем бы мы ни дышали, чем бы мы ни мыли, да? Даже зубная паста, которую вы чистите зубы, она тоже химия. Поэтому как бы у нас все химическое. Но я люблю, я обожаю, и мне нравится. Я, наверное, могу сказать, что наконец-то нашла свой любимый кондиционер. До этого мне нравились Ариэль Вернель. Их тоже бывает покупаю. Но вот этот, он более интенсивный, более яркий, более вкусный. Поэтому это прям сейчас вот мой любимец, мой фаворит. Сейчас пойду уже развешивать все белье до конца. Наша приставка. Что, она тут пожелтела? Не знаю. Поменял нам просто блок. И все, 2 секунды. Сейчас все работает. Так что вот. Молодцы. А то я уже думала расстраиваться мне. Кстати, вот вроде бы неплохо пахнет белье после этого кондиционера. Посмотрим, конечно, когда высохнет, как оно будет. Природный такой травяной, травяной ароматик. Еще у них есть средства для уборки разные, там для ванной, для раковины, для туалета. По-моему, даже средства для матья посуды у них тоже есть. Если вы пользовались вот такими, напишите, как вам. Нравится или нет. У них такие все бутылочки лаконичные, да. Все такие белые. Форма такой прямоугольная. В общем, все одинаковые. Чисто такая белая наклеечка. Напишите, пожалуйста. Мне очень интересно. Я бы хотела тоже попробовать какое-то средство для уборки. Именно вот из этой серии. Если вы пробовали, то напишите, как вам нравится. Мне главное, чтобы оно хорошо очищало и не сильно было вонючее. Чтобы я прям не задыхалась, когда мою там раковину или когда мою ванну. Потому что есть такие, что прям дышать невозможно. Ну и, конечно же, чтобы оно что-то удаляло. Потому что оно стоит немножко дороже, чем, например, всякие там обычные, да, там бюджетные. И выбрасывает просто так деньги на ветер. Потому что часто я покупала всякие эти эко-продукты, да. Эко там для уборки ванной, да. По итогу оно ничего не моет. Поэтому смысла, как бы в нем я и не видела. Поэтому, девочки, кто пользовался, напишите, пожалуйста, ваше мнение, как вам нравится, не нравится, что нравится, что можете посоветовать. И я тогда себе обязательно то что-нибудь прикуплю. Мы тут еще вчера после нашей приезда пошли в магазин, купили арбуз. Очень-очень спелый, классный, вкусный, красный, просто вообще такой сладкий, сочный. Я сейчас вот отъедаю с арбузиками, пока есть такая возможность еще. Дыню, кстати, еще не пробовала в этом году. А арбуз уже, наверное, третья, четвертая, но это, наверное, самое-самое вкусное. Юрка мне тут нарезал, и я сейчас тоже буду кушать. Я же вам тут забыла рассказать такое самое главное. У нас же опять скоро очередная поездка, не успели мы с этой приехать. Буквально сейчас пару дней побудем дома, и опять будем уезжать. Я уже кучу всего накупила в поездку там и с фикс-прайсом, много чего. Потом я уже, кстати, сумки отдала все родителям, когда они нас завозили, забрали, и мы так будем ехать налегке с Юрой. Поэтому уже вещи, я уже не буду показывать, что я тут с собой беру. Надо еще разложить, то, что высохло, здесь валяется. Покажу уже, может быть, потом по приезду всяких-всяких. Их уже надкладывала, уже свой шкаф, как всегда, перебрала, и косметику перебрала, все поскладывала. Особо даже, кстати, сумки не распаковывала с той косметикой, которую я брала с собой в Гомель. Все, что у меня осталось, в косметичке, вон там, кстати, лежит. Я особо не разбирала. И менять сурки с собой беру, поэтому что их разбирать будет для следующей поездки. Так что мы опять скоро уезжаем. Да-да, вот так вот получается. Дома мало времени, сидишь, все так по-быстрому, по-быстрому. Здесь у меня уже, кстати, есть много вещей. Покупки, точнее, секунды, вот эти джинсики. Там еще у меня разные футболочки, маечки. Тоже уже по теху собираю, думаю, в ближайшее время, не знаю, не буду точно обещать, видео выйдет. Немножко еще накуплю каких-нибудь себе обновок и потом уже покажу. А вообще, я люблю ездить, мне нравится, мне нравятся какие-то поездки, вот эти вот сборы, как-то не сидишь на месте и есть что интересное вам показать. Не просто вот каждый день дома, еда, готовка, покупки, конечно же, это неотъемлемая часть нашей жизни, но все же, мне кажется, интересно смотреть, когда человек куда-то ездит, с кем-то там общается, контактирует, кого-то показывает на ту же дачу, на тоже какие-то вылазки на природу, с друзьями, какие-то поездки вот такие, пусть даже и минимальные, потому что мы в этом году особо никуда не ездили, только так вот. Но все равно, мне кажется, это смотреть интересно и намного лучше и прикольнее, потому что, если бы я только сидела дома, мне кажется, у меня бы видео не выходили так часто, сейчас они вообще часто-часто выходят, потому что материала много, а я не успеваю монтировать, на самом деле, времени отнимает нормально. Тот, кто делает видео, так же, как и я, тот, кто блогер, я думаю, что он меня поймет, особенно в поездках, хочется отдыхать, а не сидеть там, заниматься видосиками. Какие-то у меня яркие, нет, нормально. Поэтому вот видео выходит немножко с задержкой, но все равно, я думаю, так вот, сейчас буду делать часто-часто, думаю, нагоню я этот ритм, потом уже будут, в принципе, выходить, они более-менее нормально, тем более скоро у нас уже не за горами и зима, и холода, и не будет столько поездок куда-то, не будет столько походов, выходов, на ту же улицу, на дачу мы не ездим зимой, поэтому будет, наверное, не так насыщенно. Сейчас вот смотрю, опять все небо потемнело, почернело, в общем, опять, наверное, тоже начнется скоро. Такое лето у нас вообще какое-то ни о чем. Сегодня у меня влог такой, обычная болталка, да, рассказала вам всякие тут новости, что, где, как, поэтому, вот, надеюсь, что вам тоже такие видео нравятся, именно болталка, да, если нравится, то напишите, дайте мне знать, буду почаще снимать. Занимаюсь тут готовкой, у меня тут крылышки, смотрите, в каком красивом соусе, пахнут просто обалденно. это вот у меня такой вот терияки от Махеев для холодных и горячих блюд. В общем, соус мне не очень понравился, он, точнее, на любителя. Это новинка у них какая-то. Он очень сладкий, не знаю, просто так его есть, там, с мясом, с картошкой, ну, не очень как-то, не то. Я сейчас попробовала именно вот добавить его в маринад, точнее, здесь практически один вот этот вот соевый соус и специи там для курочки и совсем чуть-чуть немножко соевого соуса. Поэтому получается такой красивый, пахнет очень вкусно, попробуем. Сейчас постоит, пропитается, запеку, не знаю, гарниры, может, овощи какие-нибудь сделаю, подумаю еще пока, ну, попробуем, как вот он будет именно когда для маринада запечется, может быть, эта сладость вся пройдет и будет действительно очень вкусно. Решила все-таки сделать картошечку, пюрешку, что мне кажется, что мы давно не ели, прям соскучилась. И здесь вот уже моя курочка запекается. Ой, аромат такой. Мне интересно будет посмотреть, как же она получится. Вот моя курочка какая получилась с корочкой, классная. И я себе уже здесь положила покрылышко, много овощей, рукола, помидор, огурчик, просто посолила. Не захотела делать никакой салат, просто хочу таких свеженьких солей и чуть-чуть пюрешки. Ночь сегодня, конечно, вообще гремит и только что была молния. Я лично боюсь. Вообще, раскат и крова. Опять, смотрите, дождь тут идет барабанит. Все, будем туда ложиться, спать под звук дождя и грома. Думаю, что будет спаться хорошо. Страшно, правда. На даче вообще, наверное, было бы очень страшно, а в городе не так. Всем спокойной ночи и пока-пока.